Сегодня перед Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом стоят грандиозные планы по развитию промышленного медного кластера. Это крайне перспективное направление, которое способно принести предприятию и стране огромные выгоды. Ведь по самым скромным оценкам, к 2030 году мировой спрос на медь из-за увеличения производства электромобилей, бытовой техники и развития возобновляемых источников энергии вырастет на 40%. В настоящее время на АГМК внедряется в жизнь инвестиционный мегапроект освоения месторождения «Юшлик-1», к реализации которого привлекаются зарубежные партнеры, ведущие компании мира, в том числе из Германии. При этом взаимовыгодные отношения сотрудничества с каждым годом расширяются. Известные компании и банки Федеративной Республики Германии поставляют комбинату технологическое оборудование и предоставляют кредиты. В рамках этой работы 16 февраля на АГМК побывали специалисты 32 компаний ФРГ, представительства германской экономики в Центральной Азии. Приветствие членов делегации компании ФРГ, исполняющей обязанности первого заместителя председателя правления, главного инженера АО «Алмалыхский ГМК» Сергей Ларионов отметил, что руководство комбината готово укреплять взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами, способствующие экономическому росту как самого АГМК, так и республики в целом. Если какие-то возникли вопросы, обращайтесь, на все платежи не могут сопровождать, координировать. В ходе визита гостей комбината ознакомили с производственной и социальной деятельностью одного из крупнейших промышленных предприятий Узбекистана. О технологической цепочке, добыче, обогащении и переработке полезных ископаемых рассказал советник-председатель управления АО «Алмалыхский ГМК» по вопросам информационной политики, начальник информационной службы Умеда Каршибаева, познакомившая гостей с выставочными экспонатами музея трудовой и спортивной славы комбината. Андринское рудооправление, это в Ташкентской области, тоже добывается золото, содержащая рука, это тоже здесь подземные рудники, имеет три подземных рудника. А затем делегация потенциальных зарубежных партнеров побывала на руднике «Кальмакир» – крупнейшем месторождении региона, где открытым способом ведется добыча медно-молебденовых руд. Длина месторождения у нас «Калмакир» на сегодняшний день, то, что мы сейчас работаем, составляет порядка четырех, ширина порядка двух километров. Следующим пунктом экскурсионной программы стал Центральный ремонтно-механический завод. Гости побывали в цехах завода, ознакомившись с современными станками, действующими на ЦРМЗ и позволяющими производить запасные части к транспорту и оборудованию, эксплуатируемому в подразделениях АГМК. А затем делегации и компании ФРГ организовали презентацию нового машиностроительного завода, необходимость строительства которого вызвана ростом добычи, переработки меди и появлением новых производственных объектов. Их, как следствие, увеличение потребностей в дополнительном оборудовании, запчастях, обслуживании горно-транспортной техники. Это будет уникальное в республике предприятие по производству горно-металлургического оборудования. В ходе встречи со стороны комбината данная делегация была ознакомлена с текущим проектом комбината, с перспективой развития, с текущим объемом производства, с планами. И проведены беседы в формате B2B и выявлены новые возможности, новые перспективы сотрудничества в таких направлениях, как локализация продукции для текущей потребности комбината, участие в реализации инвестиционных проектов и реализация нового совместа проектов, направленного на глубокую переработку меди. В ходе встречи немецкие делегации были представлены возможности развития и создания бизнеса в Узбекистане, создания новых предприятий по глубоким переводским медиам в специальной зоне Ахангаран Технопарк. Представлены и ознакомлены, какие условия созданы нашим правительством для развития бизнеса в стране. По итогам встречи отмечено, что имеется большой потенциал развития сотрудничества между немецкими и узбекистыми компаниями, в частности САГ и МК. И согласовано дальнейшее развитие и дальнейшее обсуждение с поиском новых немецких компаний, интересующихся в создании и развитии бизнеса в Алмалайке. Продолжение следует...